Специалисты Института изучения войны указывают на то, что Кремль использует атаку Хамас на Израиль для продвижения нарративов об уменьшении поддержки внимания США и Запада к Украине. Именно так сейчас себя ведет российская пропаганда. Она правда использует эту ситуацию так? Что ты наблюдаешь именно сейчас? Очень интересно. Проскакивает такая теза, что Байден не справился и не мешайте Путину управлять миром. Это я не преувеличиваю. Мол, что именно из-за политики Соединенных Штатов происходит то, что происходит на Ближнем Востоке. И поэтому американцы должны что? Уйти, не мешать. Ну, в общем, многополярный мир и так далее. У них идея такая, что чем жарче будут другие войны и чем их больше будет, тем, соответственно, меньше поставят оружия и боеприпасов в Украину. И эту тему они разыгрывают очень-очень активно. Я единственное сразу российских нацистов хочу предупредить, что война будет немножечко другая на Ближнем Востоке. И мы видим, как работает израильская армия, Сахал. Они делают акцент не на артиллерийских ударах, а на ударах высокоточными ракетами с самолетов F-16. То есть даже в этой области все диверсифицировано. Поэтому ничего у них не получится. Но глобально все равно, я так понимаю, на Западе будет вот эта вот дискуссия, какую политику вести дальше. То есть мы видим формирование вот этой стопроцентной оси зла. Это и так было понятно. Но вот сейчас эта ось зла, она не просто существует, она еще вот демонстрирует свою сущность. Дети в клетках, избитые, изнасилованные женщины, мужчины застреленные со связанными руками. Ну, в общем, все, как завещал великий Путин, делать в Буче и в других украинских городах. И, соответственно, вот на этом фоне у меня такое ощущение, что если западный мир хочет выжить и хочет лидерства, то в части поддержки Украины вопрос, он вообще-то должен стоять совсем по-другому. Не уменьшать, а наоборот увеличить. И вопрос этот решить, закрыть на вопрос войны с Россией. Ну, и тут какие-то странные сообщения начали появляться, что Байден посмотрел на это все. И, или не на это все, но в целом, они думают сразу прописать 100 миллиардов долларов военной помощи. Ну, понятно, это на многие годы, но тем не менее. То есть, чтобы убрать это из политического дискурса в Соединенных Штатах. Ну, конечно, так не получится, но ход мысли, он именно, как мне кажется, такой, и как пропаганда российская отреагировала, когда наши бойцы, наши солдаты 62-й, если не ошибаюсь, бригады сожгли очередной танк Т-90, то, соответственно, российские паблики начали разгонять это, как будто террористы уничтожили танк Меркава. Ну, то есть, они эту ситуацию, войну в Израиле, они используют по полной программе в медийном плане. Вот эти вот рассказы о том, что мы там продавали оружие Хазболея. Да? Серьезно? Нет, я просто к тому, что, конечно, торговля — это двигатель прогресса, но вот так случилось, что нам нужно оружие самим. Почему? Если у нас его не будет, нас просто поубивают здесь. Извините за прямоту. Кстати... Да, можно? Да, конечно. Если есть уточнения, могу уступить. Ром, ты говоришь, что убивали и резали хамасовца-израильтян прямо как по методичкам Путина, да? Многие обратили внимание, что это нападение на Израиль началось не только в годощину начала войны судного дня, но и в день рождения вот этого кремлевского маньячины. Я смотрел, как ты на своем YouTube-канале рассуждаешь о том, совпадение ли это. Ну, поделись своими мыслями и с нашими зрителями, слишком ли конспирологическим тебе кажется это совпадение? Ну, я сразу сказал, что я не сторонник теории заговора, но вот вопрос, он сам напрашивается. Так бы было бы что, значит, если бы не вот эта террористическая атака... Да, на самом деле, это же такое террористическая атака... Мы так привыкли, что это же где-то кто-то кого-то обижает одного, да? Это вроде террориста или что-то взрывается. А это полномасштабная войсковая операция. И понятно, что фокус внимания весь переместился на Ближний Восток, чтобы не было новых войн и так далее. А так бы, с большой вероятностью, вся западная пресса занялась бы следующим. Они бы задавались как раз вот этим вот главным вопросом, что делать дальше. Президенту России, он же маньяк. Ему 71 год. Но в части количества крови, то день рождения, конечно, удался отдать должное. И вот с большой вероятностью все западные СМИ задавались бы вопросом, что делать дальше. И у них же вот действительно дискуссия ведется на эту тему, мол, зачем нам эта Украина? Нас это не касается. Ну вот им только что показали, что мир, он как сообщающие сосуды. И все касается всех, на самом-то деле. Это вот украинцам тоже и россиянам, ну, очевидно, надо понять. И вот с большой вероятностью в рамках вот этих вот дискуссий, что делать дальше, а поводом информационным было бы старение Владимира Путина, могли бы выработать как раз те решения, которые нужны. Вот что имеется в виду? Что, ну, захватчиков надо уничтожать и других вариантов нет. Вот знаете, почему так много параллелей между вторжением в Израиль и в Украину? Вот прошло специальное заседание ООН в закрытом режиме, имеется ДОСАВБЕС. И потом представителю Израиля задавали такие вопросы. Например, готов ли Израиль пойти на прямые переговоры с Хамасом? Ничего вам не напоминает? Или готовы ли вы на соглашение с Хамас поменять заложников на возобновление поставок электроэнергии в сектор газа? Тоже вот я где-то это слышал, вот такое, что... Воду в Крым, да. Дайте воду в Крым, да. Вот просто один в один. Или, например, а может быть лучше не отвечать террористам, а пойти на компромисс? Ну, договориться где-то посередине. В общем, мне кажется, в связи с тем, что очень давно Украина, это уже часть Запада, этому западному миру надо просто расставить все точки над им и принять соответствующее решение. Потому что у меня даже такое ощущение складывается, знаете, вот если бы те решения... Ну, условно, если бы поставлять Украине самолеты было принято решение год назад, то сейчас и война была бы другая. И на фоне состоявшегося вышвыривания российских оккупантов с Украины, все остальные друзья России, тот же Иран, тот же Хамас, Хазбалла, но там есть еще товарищи в Сирии, в КНДР, они бы так лишний раз подумали. А может быть, бункерный дед просто живет в безумных фантазиях о том, что только он должен править миром, а все остальные должны забрать свою военную технику и уйти вдали, то есть на линию 1997 года. Рома, кстати, как ты, прослеживая мировые СМИ, обратил ли внимание, тема войны России против Украины отошла на второй план по сравнению с войной в Израиле? И если да, то как нам все-таки сохранить внимание мира к Украине? Я бы сказал так, законы журнализма, информационного пространства никто не менял. Любой длительный конфликт, а Украина воюет уже 10 лет, оно, соответственно, в сознании людей все равно уходит в велотекущую фазу, несмотря от уровня интенсивности боевых действий. И когда тут все видят эти шокирующие кадры, как израилетянок за волосы на мопедах вывозят в рабство, то, конечно, это сразу в информационном плане идет на первые полосы. Но это не значит, что... Ну, во-первых, не хочу никого обидеть, но не журналюги управляют и принимают решения, военно-политические, на Западе в том числе. Поэтому правительство и люди, которые возглавляют государство, это же в большинстве многозадачные люди. Можно решать массу вопросов одновременно. То есть, если в СМИ, понятно, сейчас пока идет супергорячая фаза, все внимание сфокусировано именно на Ближний Восток, то с продвижением и наведением порядка армии Израиля ситуация, она, соответственно, тоже будет уходить, ну, скажем так, больше в аналитические размышления и так далее. Важно не то, что пишут в СМИ, точнее, не только то, что пишут в СМИ, а какие выводы и решения принимают на политическом уровне. Ну, вот я исхожу из того, что... Запад, это же не только права ЛГБТ. Это же такой главный нарратив российский. Это еще в целом вопрос ставится так. Право на жизнь. И вот исходя из этого права на жизнь, я думаю, что все мечты Владимира Путина о том, что Украину там оставят, вот об этом, собственно, Медведев сказал, что это все ожидаемо, все это запрограммируемо, а так оно работать не будет. Еще раз, западный мир, он большой, там много стран, там много оружия, особенно вот у них же мечта какая, что не хватит Украине оружия. Так вопрос же в чем? Оружия достаточно. Оно давно изготовлено, ну, в Соединенных Штатах так точно. Вопрос ставил в политическом решении. И нет проблемы с деньгами или еще с чем-то. Вопрос в политическом решении. И хочется надеяться, что этот ужас, ну, частенько так получается, что люди принимают решения только в ситуации ужаса правильные, подтолкнет к тому, что, ну, скажем так, если уж абстрактно говорить, свет эту тьму немножечко подвинет в их границы, их границы, где они будут рассказывать о том, что, как жить и ненавидеть. И не будут рассказывать о том, что не мешайте Путину управлять миром. Да, потрясла меня эта информация. Это в то время, когда этому маяку надо было на день рождения, уже пора дарить методичку, как управлять миром и не вызывать подозрения санитаров. Ему нужно ее срочно изучить. Редактор субтитров А.Семкин